Здравствуйте! Здравый смысл снова с вами. Мы продолжаем говорить о тех, чьи финансовые интересы являются настоящей причиной ярких событий и громких скандалов. Что происходит в 63-м регионе, где находят и что теряют герои наших репортажей, вам готовы рассказать журналисты телерадиокомпании «Терра» и я, Елена Кольцун. Сегодня в программе. Особенности национальной деонтологии. Насколько эффективной будет новая система защиты прав пациентов. Средства передвижения становятся роскошью. Как и сколько можно сэкономить на покупке автомобиля в этом году. Большой брат в небе. Сможет ли Самара Космическая претендовать на статус столицы беспилотников? Ни повода мечтать о встрече благодатной, ни собеседника для жалобы невнятной. Слова, которые в 11 веке персидский философ Амар Хайям андрисовал женщинам, в 21-м все чаще звучат относительно российских медработников. Межрегиональный союз медицинских страховщиков составил рейтинг нарушений прав пациентов в системе ОМС. Чаще всего люди недовольны большими очередями на диагностику, утере меддокументов, навязыванием платных услуг и самим качеством медпомощи. При этом 60% нареканий касаются этики и дентологии. Вывести российскую медицину на качественно новый уровень уже в 2018 году. Такая задача стоит перед фондом обязательного медицинского страхования, который призван гарантировать бесплатное оказание помощи в объеме базовой и территориальной программ ОМС. Речь в данном случае идет не столько о качестве самой услуги, сколько о ее доступности для населения. Пока мало кто знает, что теперь в каждом медучреждении работают представители страховых компаний, которым можно пожаловаться даже на некорректное поведение врачей. Эффективность такой системы защиты прав пациентов вместе с экспертами оценили наши корреспонденты. Последние три года число жалоб от пациентов на российские поликлиники увеличилось в два раза. Сейчас они составляют примерно треть от общего количества обращений к страховщикам. Люди недовольны большими очередями и отсутствием возможности сделать нужное исследование в своем медучреждении. Иногда приходится обращаться в частные клиники и лаборатории. Это одна из образцов показательных самарских поликлиник номер 15. Недовольных здесь меньше, чем везде, хотя проблемы типичные для всей области. Например, я прихожу в ТИК, того нужно нет через две недели. За это время, конечно, и умереть можно. Чтобы бесплатно сделать УЗИ, ждать порой приходится три месяца. По закону территориальной программы получается три месяца. Но нет возможности бесплатно сделать три месяца. То есть, допустим, отодвигают на четвертый месяц. Но ориентировочно. То есть этот человек может звонить в страховой компании, страховая компания. Представители страховой компании помогают. Страховые представители – это, по сути, амбудсмены для владельцев полисов ОМС. Страховые представители, во-первых, сидят и будут сидеть во все смены в лечебных учреждениях, в приемных отделениях, в поликлиниках, в районе скопления людей, в районе регистратуры и так далее. И принимать все заявления и жалобы и вступать в контакт с лечебным учреждением для того, чтобы реализовать на месте просьбу или проблему пациента. По поводу срочности получения исследований компьютерной томографии, МРТ и так далее. Значит, в зависимости от характера состояния больного. Если срочно требуется, срочно будет сделано. И страховые представители этому поспособствуют. Здесь, наверное, два аспекта таких должно быть. Тогда, когда пациент хочет, но у него нет клинических показаний, тогда этот вопрос решается врачебной комиссии. Назначает лечащий врач обследование или не назначает. Ну, например, можно сделать МРТ от макушки до пяток, но клинических показаний для выполнения этого обследования нет, если пациент хочет. Вот этот вопрос ему должен разъяснить и страховой агент в том числе. Вторая ситуация, когда пациенту нужно обследование, но по каким-то причинам лечебные учреждения задерживают направление. Вот здесь страховой агент имеет возможность выяснить, по каким причинам. Зависящим от нас тогда мы должны это исправить. Независящим от нас тогда это взаимодействие с другими лечебными учреждениями. Иногда у медучреждений узкого профиля нет возможности принять пациента. Среди объективных причин для отказа в диагностике обычно называют нехватку оборудования и специалистов. Тогда вариантов два – жди или плати. При этом 60% жалоб населения касаются именно вопросов этики и диантологии. А вот если выясняется, что медучреждение действительно некачественно оказало ту или иную услугу, провело неполный комплекс обследований или, например, взял с пациента деньги за то, что в рамках АМС полагается бесплатно, фонд эту работу просто не оплатит, а то и вообще оштрафует, рассказывает директор территорального фонда медицинского страхования Чувашской республики Вячеслав Александров. Например, за 2018 год в нашей республике сумма, сумма не оплата составила порядка 200 миллионов рублей. Сумма штрафных санкций порядка, я скажу, где-то около 15-16 миллионов рублей. В Самарской области по итогу 2017 года в результате экспертизы качества медицинской помощи ТФОМС отказал медучреждение в оплате услуг на сумму более 40 миллионов рублей. При этом штрафные санкции превысили 5 миллионов. Начало 2018 года ознаменовалось скачком цен на автомобили. В январе они уже подорожали на 3-5 процентов. И, по мнению экспертов, это случится еще как минимум два раза. Определяющих факторов тут два. Валютный рынок как минимум до 10 процентов повышения может произойти из-за вероятного ослабления рубля. И запланированный Минпромторгом рост утилизационного сбора на 87, внимание, 125 процентов в зависимости от объема двигателя. Если отечественным производителям данная разница в цене будет негласно компенсирована, то чистым импортерам придется непросто. Последний раз данный сбор индексировался на 65 процентов в 2016 году. Сейчас цены на иномарки могут вырасти на 20 процентов. Как и сколько можно сэкономить на покупке машины? Шансы и риски вместе с самарскими экспертами просчитал Ян Налимов. В январе 2018 года повышение цен на автовазе составило 2,5 процента. Седан Веста подорожал на 15 тысяч рублей. Сейчас стоит почти 570 тысяч. Лада Гранта плюс 10 тысяч и 400 тысяч соответственно. Популярный кроссовер X-Ray продается теперь минимум за 615 тысяч. Самарец Денис Головинский искал машину для работы. Прикинул и понял, что хватит ему разве что на новенькую Весту. Для сравнения, еще 5 лет назад за эти деньги можно было купить внедорожник Рено в хорошей комплектации. Изучил цены. Оказалось, что в Москве машины тольяттинского производства продают на 100 тысяч дешевле, чем в Самаре. Советовался. Рассказали много таких ситуаций. То, что люди приезжают за машиной, в итоге потом цена оказывается значительно больше, чем там указано. И также слышу, что бывают случаи, люди приезжают за машиной и в итоге могут вернуться и без машины, и без денег. Человек может подписать даже документы. То есть, скажем, обман продолжается. Не читая особенно то, что пишется мелким шрифтом. И ждет в салоне или где-то еще машину, которую якобы везут с другого конца Москвы, где у них склад. И когда уже идет процесс оформления автомобиля и подписи документов, выясняют, что цена выше. Намного выше, чем указано была в рекламе. Ему дают читать тот документ, который он подписал заранее утром. Внося там предоплату небольшую, ну, тысяч пятьдесят, может быть. Чтобы машина не ушла. Раз такая цена. И там написано, что нет этого, нет этого, нет этого. Например, какие-то доп. опции, которые в этой машине уже стоят. Да, какая-то музыка, литые диски, что-то еще. Они не были включены изначально в стоимость этого автомобиля. При этом предоплата часто не возвращается. В лучшем случае автосалон перечислит деньги обратно в течение десяти дней. Многие просто без денег остаются. Полно случаев, когда люди приезжают, оплачивают, а им говорят, ну, ПТС еще не пришел, ПТС еще не пришел, ПТС еще не пришел. И ПТС идет годами. Впрочем, по мнению экспертов, возможность купить в Москве машину дешевле, чем в Самаре, все-таки есть. Но скидка при этом обычно не превышает 80 тысяч рублей. Покупка в Москве может быть выгодна за счет чего? Обороты в этой компании выше. И за счет того, что фирма продает больше машин, она получает просто бонусы от импортера. Когда дилер московский продает вам автомобиль, он выигрывает просто за счет оборотов. Он может дать большую скидку. Конечно, это не будет там 50-30 процентов, но они действительно могут дать скидку больше, чем провинциальный автосалон. Специалисты отмечают, купить машину выгодно можно и в нашей губернии. Самарский автоэксперт Арман Мухамбет Галиев несколько месяцев назад приобрел анамарку в одном из неофициальных автосалонов в Тольятти. Она обошлась ему на 80 тысяч дешевле, чем стоят аналогичные автомобили в Самаре. Неофициальные дилеры работают, взаимодействуют с самым главным дилером официальным. Они берут автомобили по оптовым ценам и уже непосредственно продают с низким заработком. Они зарабатывают на этом, но минимально. Важный нюанс. Отказ продавца предоставить покупателю машину без доп. опций – это нарушение закона о правах потребителя. Если вы покупаете автомобиль за определенную цену, там, грубо говоря, 500 тысяч рублей, вам не имеют права сказать, что вы можете его купить, но при условии, что вы купите там еще вот эти персидские ковры, рейлинги, там, не знаю, красивые диски и, пожалуйста, занесите в кассу плюс еще 100 тысяч. Сэкономить можно, купив технически сложное оборудование в магазине, где оно может быть дешевле на десятки тысяч, но при этом установить его у дилера. Если вот, допустим, взять элементарно защиту картера, которая, допустим, стоит там полторы тысячи рублей, в салоне она будет стоить пять тысяч, и ее установка еще, допустим, будет стоить три тысячи. Ну, вы сами понимаете, это очень дорого. Если вы это оборудование на новом автомобиле установите где-то у стороннего сервиса, скажем, да, у чужого, то при обращении в гарантийный ремонт могут возникнуть проблемы. Если будет связь выхода из строя оборудования в связи с где-то некомпетентным ремонтом, или хотя бы даже малейший намек на это, то в гарантии, скорее всего, откажет. Сейчас еще можно купить новый автомобиль 2017 года выпуска. Такие машины продают гораздо дешевле. Например, с ВАЗовских машин скидывают сразу 50-60 тысяч рублей. Санамарок по 100 тысяч и больше в зависимости от конечной цены. Премиальные бренды, такие как Ауди, Мерседес, БМВ, Порш, предлагают скидки до полумиллиона. Здесь экономить можно на доп. опциях. Российские власти обеспокоились безопасностью полетов беспилотников, с помощью которых сейчас в том числе делают аэросъемку, доставляют товары и даже распыляют пестициды на полях. Вопрос встал ребром после недавней атаки этими устройствами нашей военной базы Хеймим в Сирии. Тогда никто не пострадал. Нападения быстро отразили силами ПВО. Но что делать дальше, задумались. Федеральный Минтранс предложил передать контроль за беспилотными летательными аппаратами от Росавиации к полиции и Росгвардии. Сфера применения этих аппаратов увеличивается, продажи растут. Так, один из крупнейших продавцов с января по сентябрь 2017 года продал 57 тысяч дронов на 850 миллионов рублей. По количеству штук это на 84% больше показателей аналогичного периода 2016-го. О перспективах данного рынка сюжет Алексея Вьюшкова. Открытие движения на ипподроме с высоты птичьего полета снял самарец Александр Чернов. Если еще несколько лет назад это можно было сделать только с вертолета или самолета, то сейчас достаточно дрона стоимостью до 10 тысяч рублей. Услуга поставлена на поток, оплата почасовая. В среднем 60 минут работы стоит от 1 тысячи рублей до 7. Если это частник снимает, то у него действительно может быть ситуация и ниже. Но если это работает компания, то есть зарплата пилота, есть накладные расходы. И в эти накладные расходы не входит аренда помещения в том количестве, которое наута по факту есть. А только, допустим, одна и десятая часть занимает место этот оператор, где бесплотник хранится. Индустрия беспилотников стремительно растет, особенно в сегменте личного пользования. Так, годовой оборот одного из китайских производителей уже достиг полутора миллиардов долларов. Рынок же профессиональных устройств пока только формируется. По оценкам специалистов, к 2020 году объем денег в отрасли достигнет 10 миллиардов долларов. Из которых порядка 2 миллиардов долларов доля аппаратов для гражданского назначения. Остальные военные беспилотники. За год в мире продается пара тысяч таких больших дронов, а в России не больше одной. Покупают в основном для картографии аэросъемки мониторинга сельхозугодий, лесов и заповедников. Профессиональные беспилотники стоят от 100 тысяч до миллиона. Фактор, сдерживающий рынок, многообразие устройств и отсутствие талонного аппарата, на который бы равнялись остальные. Разработать такое сейчас пытаются в Самарском университете. Уже есть 4 устройства, которые прошли испытания и используются в коммерческих целях. Но всерьез конкурировать с мировыми производителями местные аппараты пока не могут. Сейчас у нас стояла задача научная и провести исследования с солнечной энергетикой. Программные части мы отрабатывали по радиосвязи. Мы можем поднять выше аппарат, чтобы он дольше летал, но это требует необходимого финансирования. А финансирование требуется большое опять же. Пока прямых продаж не было беспилотников, но я думаю в 2018 году пока это все в разработке. Еще одним сдерживающим фактором мирового рынка беспилотников являются ограничения на полеты. В Европе они жесткие. Из-за этого западные инженеры вынуждены работать на военных, оставляя при этом сферу коммерческих разработок. В России ситуация иная. У нас серьезных ограничений на полеты пока нет, но есть обязательная процедура регистрации дронов весом от 250 граммов до 30 килограммов. Разрешение на полеты запрашивается за пять дней и согласовывается с Росавиацией, аэронавигацией и Центральной Волги. Обычно вопрос контролируют органы Федеральной службы безопасности. Так, например, сейчас в Самаре категорически запрещено летать над местами массового скопления народа. То есть над площадями и стадионами, над стратегическими объектами, такими как вокзал и аэропорт. Нельзя подниматься выше 200 метров, а с 1 апреля по 30 июля. В связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу использовать квадрокоптеры вообще запрещено. Штраф 5000 рублей для физического лица и 300 тысяч для юридического. Это если нарушители поймают. Потому что их применение может причинить ущерб общественным, личным интересам. Эти аппараты способны повреждать линии электропередачи. Они способны повреждать какие-то имущественные объекты граждан и организаций. При определенных условиях причинить людям достаточно серьезные телесные повреждения, я полагаю, что вплоть до смертельных. Государство решило усилить контроль за беспилотниками. Федеральное министерство транспорта предложило возложить данную обязанность на полицию и Росгвардию. Предполагается, что силовики смогут составлять протокол о нарушениях и заводить административные дела. Речь идет не столько о контроле, а о том, чтобы передать полномочия по рассмотрению административных дел по вопросам нарушения воздушного пространства вот этим двум структурам, то есть Росгвардии и полиции. То есть это не означает контроль, это означает лишь введение вот этих, выписывание штрафов и прочее. Почему именно им? Потому что полиция ближе всего к людям. Тем временем самарские авиаконструкторы в условиях снижения количества госзаказов задумались о расширении производства. Правда, пока это направление не включено в программу господдержки. А значит, финансирование может прийти только от частных инвесторов. Дроны могут быть выгодны и бизнесу, и госструктурам. Например, только для решения кадастровых задач они могут сэкономить сотни миллиардов рублей. Так, в сфере сельского хозяйства при замере земель, сделанных при помощи самолета Ан-2 и квадрокоптера, оказалось, что 100 гектаров площадей, на изучение которых самолета требуется 20 часов, можно исследовать дроном всего за 4 часа. Теперь главное не упустить момент и успеть занять эту нишу раньше, чем это могут сделать авиапредприятия из других регионов. На сегодня все. Выпуски программы «Здравый смысл» вы можете найти на сайте trktero.ru. Увидимся ровно через неделю. И чтобы не случилось, не изменяйте здравому смыслу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok